Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Это отдел противодействия мошенничеству? Здравствуйте. Это компания «МВА-Финансов» в с quatro españoles Волкова, Мария Александровна меня зовут. Давайте с вами ждать разговор. Выкусницу в Дмитрию Евгеньевичу? Да. Дмитрий Евгеньевич, а дата вашего рождения 1972 год. Вс Sverige верно? Совершенно верно. Замечательно. По поводу вашей задолженности я вам звоню по перейдenden договору в банте открытий. 609,800 рублей уже в сегодняшний день с темнота долга. И просрочка 666. Подешевело. Дмитрий Евгеньевич, банк от вас требует оплату не позднее 18 ноября. Платежка купит у вас. То есть вы передадите это банку, да? Дмитрий Евгеньевич, конечно. Вопрос-то, я просто логично задаю вопрос. Вы передадите то, что я вам сейчас отвечу, вы передадите банку, да? Дмитрий Евгеньевич, у нас вся информация предоставляется вашему кредитору. Отлично, нет, не поступит. С вами разговора. Нет, не поступит. По какой причине вы отказываетесь от исполнения ваших обязательств? Потому что банку не нужны эти деньги. А вы считаете, что праве решать, нужны ли банку эти деньги? Да, я делаю выводы на основании своего богатого жизненного опыта. Ваши выводы банк не интересует. Откуда вы знаете? Ну, потому что банку абсолютно не интересны ваши выводы. Ну, значит, ему неинтересна вообще жизнь людей простых. Поделиться своими выводами вы можете с друзьями и родственниками. Ну, у меня есть эти выводы, да? Ну, требует хорошо, что дальше. Вы поделитесь этими выводами с родственниками и друзьями. Я знаю, что вам так надо говорить. Почему вы решили, что это должно человека сбить с толку? Вот это вот упоминание родственников, друзей, близких. Почему вы так решили? Дмитрий Евгеньевич, у меня нет такой задачи сбивать вас с толку. Нет, ну вы вот постоянно, да, с вами с вашими вот этими псевдоспециалистами разговариваешь, и вы там родственников, друзей, конструктивный диалог, параллельный говорите со мной. Зачем? Это вот на что нацелено? На то, что человек испугается? Дмитрий Евгеньевич, а вы зачем берете денежные средства в банке? Вообще не в тему. Тоже вот это ваша фишка. Человек об одном говорит, вы резко на 180 градусов меняете. Ну, потому что я с вами на личную тему разговаривать не хочу. Так вы же затронули моих родственников. Стоп, а как? Вашего долга, Дмитрий Евгеньевич, не придумывайте, пожалуйста. Подождите, а кто сейчас сказал про моих родственников и друзей? Это личная тема. Я ее продолжил в доложении. Хотя я вам сказала, что вы можете своими поделиться, указывая. Ну да, 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 это и есть переход на личное отношение. А со мной этого не нужно делать, Дмитрий Евгеньевич. Нет, мне это абсолютно не интересно. Ну тогда вы, пожалуйста, не затрагивайте эту тему. Мне интересно, по какой причине вы не исполняете ваши обязательства на ближайшее. Ну такая любопытная. А что тебе так интересно? Гражданского кодекса Российской Федерации. А почему это интересно? Может быть, какому-то постороннему человеку? Это смешно, да, я знаю, очень весело вам. Конечно. И не только мне. Конечно, есть от чего посмеяться. Вот, наверное, уже смех нервный какой-то. Мой нервный смех, знаете, психологи утверждают, что когда человек начинает указывать на несуществующие проблемы от обязательника, он в первую очередь обозначает свои проблемы. Так же, как и ваше высказывание свои, оставляйте при себе, Дмитрий Евгеньевич. А почему? Мне не интересно. Психологи, не психологи, они мне абсолютно не интересуют. Что я не начну говорить, вам все это не интересно. А как же мы с вами диалог... Ну, потому что вы, Дмитрий Евгеньевич, наш с вами диалог должен быть только о сумме вашего долга. Почему вы так решили? Потому что я так решила. Ну, так мы в контексте вот этих всех заявлений говорим о моем долге. Или вы что, хотите, чтобы я вас обманывал? Никакого контекста здесь быть не может. Ну, как это не может? Контект может быть везде. Человек не машина, он не может однозначно мыслить. В контексте всегда человек что-то подразумевает. Вы меня перебивать еще не устали, Дмитрий Евгеньевич? Я вас не перебиваю, я вас поправляю. Давайте так с вами решим. Раз вы не хотите решать вопрос о подошении вашего долга, то я сольюсь. Нет, Дмитрий Евгеньевич, конструктивно общаться вы не в состоянии, вы этого не можете. Вы конструктивно общаться не умеете просто. Вы просто не знаете, что такое общение в конструктивном формате. Вы только перебиваете и говорите какие-то вещи, которые никоим образом к вашим заслужениям не знают. Ну, потому что то, что вы говорите, я слышал миллион раз. Я вам отказ от оплаты, Дмитрий Евгеньевич. Я не хочу вас больше слушать. Вы не сетесь в конструктивном формате. Ну, а зачем тогда звонить? Я вам, да, фиксирую отказ от оплаты. Процедура повторяется уже в вашем случае неоднократно. Разно фиксирую отказ от оплаты. Я очень часто слушаю. Я, наверное, за последнее... К сожалению, моя работа заключается в том, чтобы звонить таким, как вы. Это уж точно. А что вы не можете работу поменять? Если бы не было таких, Дмитрий Евгеньевич, Дмитрий Евгеньевич, если бы не было таких, как вы, должников, которые не исполняют свои обязательства и живут за счет средств банка... То вы бы занимались чем-то другим, да? ...денечные средства. Только не надо саму себя обманывать. Для того, чтобы заниматься чем-то другим, нужны мозги. У вас их нет. У вас принимают на работу по факту отсутствия мозга. А я вам хочу сказать, в отличие от вас, Дмитрий Евгеньевич, они у меня есть. Потому что я в состоянии заработать денежные средства, в состоянии жить на свою заработную плату и содержать свою счету. А вы, к сожалению, в своем возрасте... Как резиновый шарик в железной сфере. А вы, к сожалению, в своем возрасте не в состоянии заработать деньги себе на жизнь. И вы вынуждены просить деньги в долг банки. Вот все, что вы делаете. Поэтому, Дмитрий Евгеньевич, я надеюсь, вы не меняли город Санкт-Петербург, улица Торпинский, дом Мостат-3. Замечательно, где подписаны на сегодняшний день распоменяли? Дмитрий Евгеньевич, где на сегодняшний день вы зарегистрированы? Вы отказываетесь предоставить, вы отказываетесь, да, предоставить вашу адресу рекомендацию. Хорошо. Есть официальный запрос на это и есть паспортный стол, уважаемый Дмитрий Евгеньевич. А вы здесь при чем? Вы делаете официальный запрос и получите ответ на свой запрос. В банк я давным-давно информацию эту предоставил, а у вас ее нет, потому что вы никакого отношения к банку не имеете. И берете информацию в банку, уважаемый, она бы у нас была. Я думаю, вы меня услышали. А вы... Дмитрий Евгеньевич, а вы мне что-то про мазки сейчас говорите. Они вас на дрычь отсутствуют. Дмитрий Евгеньевич, я больше с вами спорюсь по этому вопросу не собираюсь. У вас отказ от оплаты. У нас отказ от оплаты. Вы уклоняетесь от погашения вашего долга. В дальнейшем, в дальнейшем вы будете оплатить в паспорт в принудительном порядке. До свидания. Носится там как перепуганный в одну сторону, в другую, в третью. Бах, бах, бах. Остановиться не может, а потом бум-бум на дно падает. Если вот там вот в этой сфере есть дырочка, то он потом, соответственно, вниз течет и через заднее отверстие стекает. Это судьба ваших мозгов, машин, мыслей, дорогие мои. Да, друзья, опять Кузнецов Дмитрий на связи. Ну, какие тут можно выводы сделать? Тут все само собой, как говорится. Понятно, ясно. Тяжело дамочке без мозгов на этой работе. Она сама об этом сказала. Она так и выразилась. К сожалению, я вынуждена здесь работать. Ну что, это ее выбор. Ее никто за уши, как говорится, не тянул на свою работу. Ну, а я в свою очередь желаю вам счастья, добра, здоровья, финансового благополучия. Пожалуйста, внизу под этим роликом описание. Для тех, кто хочет встать под юридическую защиту, либо подписаться на наш канал. Также, кто хочет принять участие в бесплатном вебинаре, который мы регулярно проходим, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Под этим роликом в описании все ссылочки вы найдете. Также, если вы смотрите с канала YouTube, также вы можете увидеть аннотации, которые всплывут в конце этого видео. В верхней части экрана, в районе нашего логотипа www.3woliam.ru До свидания, всего хорошего. Оставайтесь с нами. Всем привет. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok